Итак, это полудневный обзор рынка российского. Хотел бы я одну мысль высказать касательно будущего торгов на нашем российском рынке. Во-первых, сейчас будет в ближайшие несколько дней экспирация на фьючерсных и опционных рынках, то есть будет дикая волатильность на российском и на иностранных рынках. Соответственно, многие ценные бумаги, то есть акции будут торговаться хаотично, то есть будут нерыночные движения. И смотрите, учитывая то, что сейчас идет новогоднее ралли на иностранных биржах, то есть смотрите, видите, S&P 500 рост, DAX тоже рост, немецкая биржа развернулась, подчеркиваю. Другой момент. Бовеспа разворачивается. И внимание, этот разворот происходит в преддверии нового года. То есть смотрите, наш рынок ходит за Бовеспой. Один в один. Сколько лет уже? Один в один. Соответственно, как только Бовеспа пробивает уровень 112 290 пунктов, это бразильский индекс, флагман для всех других развивающихся рынков, как они только пробьют его в виде этого двойного донышка, пробьют, протестируют, отправятся выше, то есть и наш рынок, двойное донышко, пробивает, тестирует, уходит выше. Вот это надо запомнить. Потому что сейчас, к примеру говоря, РТС и Бовеспа, то есть РФ, Бразилия и ряд других развивающихся рынков, они аутсайдеры. Соответственно, этот аутсайдерство рынок будет нивелировать после, скорее всего, экспирации. То есть, скорее всего, на следующей неделе уже. Потому что каждый квартал, каждый три месяца, такая картина, она каждый раз происходит. То есть, если рынок падает до экспирации, его потом разворачивают вверх. И смотрите, в чем суть. Что касается рынка нефти, я сегодня утром говорил то, что, скорее всего, вот эти новости про Америку, про то, что они будут рассчитывать запас нефти, еще не в цене. Так оно и есть. Видите, европейцы сейчас давят. А через 4 часа на торги выходят американцы. Поэтому они, скорее всего, будут додавливать нефть до этих уровней. То есть, 74 доллара за баррель. Да, баррель. Соответственно, и пока покорректируемся. И внимание, что если что-либо говорить про рынок российский, вот данная ситуация, да, это дневной график. Во-первых, на поддержке важно торгуемся 1590 пунктов. Это во-первых. Во-вторых, внимание, на Газпром. Он закрыл все возможные гэпы. Вот здесь, 333 и 324. Гэпы закрыты. То есть, смотрите, я веду все к тому, что сейчас, вот в ближайшие пару дней, будут попытки пробоя данного уровня. 315. Он может прийти, проторговаться, пробить ложно, вернуться за уровень. То есть, тем самым, стопы здесь спекулянта взять, проторговаться и пойти выше. Вот сюда примерно. Вот сюда и вот сюда. То есть, Газпром сам ходит в боковике. К примеру говоря, первая цель будет 350. Разворотная, да. Смотрите, я понимаю, что вот этот график на месяц, да, вот этот, он будет отторгован рано или поздно. Будет. Но он будет отторгован только в момент рецессии, когда начнется новый вид у кризиса. Экономичный кризис уже в мире. А это будет не раньше, я полагаю, 23-24 года. Поэтому, с точки зрения макроэкономики, пока все еще в, скажем так, пока все еще на стороне углеводородных компаний стоит. Даже вот Газпром, к примеру, сейчас от текущих уровней, див доходность получается в районе 14% годовых. Рынок это понимает, и рынок, скорее всего, ниже бумагу не пустит. Скорее всего. По крайней мере, после экспирации будут новые рыночные движения. Я полагаю, что возврат будет на уровень 350 и даже выше. Поэтому я не буду свои сделки озвучивать по рынку. Вот просто думайте. Я вам даю сейчас вектор для, так сказать, размышления. Вот просто думайте, как вам поступить лучше. Решайте. По Сбербанку такая же ситуация, как и в Газпром. То есть все возможные уровни ниже стоящие бумага отработало. И, внимание, цена пришла на зеркальную поддержку уровня 290 рублей. То есть то, о чем я даже ранее, в принципе, мысли высказывал. Сюда, в принципе, мы можем подойти. Пойдет Сбербанк ниже. Учитывая потенциальную див доходность в районе 14% годовых от текущей цены, честно говоря, сомневаюсь. Реально сомнения есть. Поэтому здесь после экспирации, я полагаю, что у нас будет памп российского рынка, учитывая то, что он сейчас очень жестко в аутсайдерстве находится. И мы потом пойдем за Бавеспой. За Бразилией, то есть. По поводу ТАТ-нефти, картина такая же. В принципе, 480, пришли, пришли. В моменте прийти можем вот сюда. То есть они могут, маркеты, выбить стопы и потом уже вернуть. Протестировать и пойти выше. Поэтому такой сценарий имеет место быть. Он, как правило, и бывает в этой бумаге. То есть все по-старому, на самом деле, ничего нового. С точки зрения серебра, поля золота, да. В идеале прийти ему на эту все-таки поддержку, ЕМА-200, 1220 рублей. Потому что серебро, да, оно очень под давлением, да, оно предпринимает попытки к отскоку. Кстати говоря, сейчас, по-моему, серебро пытается вбабахать в пол опять именно европейды. Вот. И как следствие, если они поют на выбивание стопов дальше, на 21 доллар, то поле металла поют. И это, в принципе, базовый сценарий, базовый разнос сценария. Поэтому поле металл можно присмотреть и, подчеркиваю, лесенкой можно его рассмотреть и набирать лесенкой. Не сразу всей позиции, а именно лесенкой. От уровня 1220 рублей. От уровня ЕМА-200. Вот. Потому что у нас будет потенциально двойное дно. Уже сформировано. С основанием на уровень 1600 рублей с плюсом за акцию. Что касается Лукойла, смотрите, здесь будет скоро дивидендная отсечка. Гэп будет большой. Под уровень ЕМА-200. Думаю, он будет открыт. Сразу Гэп не пойдет с нас закрывать. Почему? Потому что уровень ЕМА будет сильный. С сильным сопротивлением. Поэтому вот с Лукойлом аккуратнее будьте. Очень аккуратно. Северсталь сегодня тоже отсеклась. Я не жду быстрого закрытия Гэпа. То есть вот такого сценария не будет. Скорее всего. Почему? Потому что Северсталь очень любит сильно ехидничать. Она подскакивает. Отскакивает. Подскакивает. Падает. Потом отскакивает. И пятиволновка закрывается в Гэп. Я полагаю, что здесь очень много спекулянтов сядет на закрытие этой идеи. Закрытие Гэпа. И толпу к прибыли, как вы понимаете, не повезут. Поэтому надо учитывать. С угольными кампаниями будьте аккуратны. Мечел, Распадский. Уголь тоже сейчас находится в депрессивном состоянии. Поэтому в Распадск вообще головой и плечи вырисовываются. То есть видите. Вот. 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 Аккуратнее. Аккуратнее. Там вообще ловить нечего. В электросетях тоже ловить нечего. По крайней мере сейчас. Ни в Россетях. Ни в ФСК. Ни в Русгидр. Ни в Русгидр. Ни в Юнипро. Ни в УК. Ни в ТГК. Ни где-либо еще. Вот. В телекомах. Озон. Мейл. Яндекс. Ловить нечего. НМТП. Ловить нечего. Магнит. Пятерка. ОК. Фикс прайс. Ловить нечего. Я последний видеоролик делал про них. Там проблемная. Очень проблемная ситуация. С точки зрения макроэкономики опять же. С точки зрения аэрофлота. Цели пониже по аэрофлоту. Вот. Мы сейчас коснулись первой цели. 58. Вот. Недавно буквально. Да. А цели ниже есть. Между прочим. На уровне 54. Даже на уровне 48. Поэтому. Пока авиасообщение все еще не восстановилось. Не думайте что. Бумага будет расти. Нет. Бумага даже еще не выстрела на ширину этого треугольника. Вниз. А ширину он от работы только вот здесь вот. Ну примерно на этом уровне. 54 рубля. Учитывайте это. По ВТБ вообще картина просто плачевная. Вот. Я когда помню в том году покупал здесь. В этом году продавал тут. Ну. Двойная вершина есть. Основание. 0.38. Поэтому если вы вдруг купили ВТБ вот здесь. Сейчас секундочку. Вот здесь. Да. Мои соболезни. Почему? Потому что я еще ранее озвучил. Тут дивергенция сатанинская просто. И вот сейчас цель у нас ВТБ. Вот здесь вот. Двойная вершина 0.38. 800. Поэтому аккуратнее. Вот. В принципе по российскому рынку думаю все понятно. Я повторяю сейчас навес экспирации довольно весомый. Соответственно после экспирации скорее всего рынок даже будет разворачивать. Потому что все таки реально новогодние. Ралли началось на всех рынках. И мы аутсайдеры. А наше аутсайдерство как правило оно нивелируется резким ростом. И как правило после экспирации. Например новогодние ралли в предыдущие годы мы тоже получали примерно в середине декабря. Ну сейчас почти середина декабря. Поэтому в принципе как я торгую на российском рынке. Я могу торговать либо акциями один либо фьючерсами. Поэтому например я могу торговать будущее потенциально бычье движение в рынке РФ. Фьючерсами на индекс РТС. Почему бы и нет. Либо отдельные акции. Голубые фишки. Какие голубые фишки смотрите сами. Выбор перед вами довольно таки широкий. Вот. Поэтому я повторюсь не буду какие-либо идеи сделки озвучивать. Просто вот. Потому что в последний раз тоже много хейта получил на эту тему. Ну как бы. Я вам просто вектор сейчас показал. Куда. Что. Зачем идет. Поэтому экспирация я думаю в себя она и живет. И потом уже рынок наконец-таки воспрянется с новым духом. С новыми силами. Вот. Учитывая данный фактор. Я вам показал по рынку. Какие лучше уровни присмотреть. Для набора. Дальше решайте сами. Как говорится. Ваш капитал. Ваша ответственность. На этом все. У нас имеются медиаресурсы в каждом описании под каждым видео. В первом пункте телеграм-канала. Во втором в контакт группа. В третьем инстаграм. Также в закрепленных сообщениях под каждым видео имеются также эти же медиаресурсы. В третьем пункте телеграм-канала. В четвертом инстаграм. В пятом в контакт группа. На эти ресурсы подписывайтесь. Будьте в курсе их событий. Ну и помните. Что мы все обречены на прибыль. Лишь время. И грамотные стратеги. Наши главные союзники. Вот. В принципе без паники. Ничего страшного не происходит. Время придет. Все развернется. Ну а пока при желании. Может быть стоит и рассмотреть как вариант. Опять же я не настаиваю. Просто озвучу свою личную мысль. Ну сами решайте. На этом все. Благодарю за внимание. До свидания.